здравствуйте в этом видео я вам расскажу про один эликсир для спацифилума который поливаю под корень для того чтобы немножко подкислить грунт как вы все уже знаете что спацифилум обожает слабо кислую почву но у меня растет в нейтральном те кто меня смотрят знают что грунт у меня именно нейтральный состоит он из торфа большую часть немножко цветочного грунта плюс перлит вермикулит и на дно дренажные камни можно также добавить еще антиоксидант древесный уголь и посмотрите даже при таком грунте меня спацифилум очень хорошо выглядит у него не сохнут кончики потому что я хотя бы иногда подкисляю ему почву то есть я не делаю ему сильно закисленную как вот он должен расти у нас в тех местах где у нас происходит но именно слабо кислое ему в домашних условиях намного лучше чем например очень кислая почва при очень кислой почве он многие элементы просто не усваивать многие пишут что сейчас ходят там в интернете просто много очень видео и все говорят про именно кислую почву но лично я узнаю на своем многолетнем опыте то что спацифилум любит слабо кислую но при том я выращиваю при нейтральном вот такие вот необычные способы выращивания но лично мне нравится потому что цветок доволен при моем микро климате влажность у меня повышенная и я вот например его постоянно подкисляю хотя бы один раз там в 10-14 дней вот сейчас я вам показывать пацифилум который сильно больной специально не обрезаем здесь листики дабы вам показать что новые растут здоровые не сохнута и имеет именно здоровый красивый изумрудный цвет нижние листики посмотрите показывают что большая нехватка макро микроэлементов кислотностью цветка нарушена не усваивается большое количество элементов а также был сильный перелив и далее было еще засуха поэтому тут все сразу смотрите новые листики они все здорово вот сверху видите нижний конечно страшные их остается только обрезать а вот эта чернота она никогда не позеленеет поэтому лучше всего обрезать у меня был такой цветочек я его обрезала прям полностью и новые листики пошли здоровые и красивые все зависит конечно и от вашего грунта и как вы ухаживаете чем поливаете но если вы столкнулись с такой проблемой когда у вас уже практически половина листочка засыхает обязательно подкармливайте этим эликсиром который вы видите сегодня видео но первым делом я вам отвечу как правильно применять янтарную кислоту для специфилома в разных дозировках таблеточки порошок янтарин очень много комментариев поэтому каждому писать я уже не буду сейчас кто увидит всем спасибо чтобы вы не задавали такие вопросы есть разные янтарная кислота с разной дозировку смотрите сейчас показываю янтарная кислота 400 миллиграмм в одной таблеточки эта дозировка 0 4 грамма я считаю что это многоватенько поэтому берем всегда 0 2 грамма то есть половина таблетки это если у вас цветок а именно маленький если большой как у меня который растет там в 4 6 литров то можно брать одну таблетку то есть 0 4 грамма есть еще вот такой вот стандарт стоит там янтарная кислота буквально копейки 10-12 рублей а это янтарная кислота 100 миллиграмм вот смотрите показываю в одной таблетки 100 миллиграмм значит берем этой таблетки две штуки чтобы получить 0 2 грамма многие путаются именно в этом то что именно не знают сами миллиграммы таблеток не обращают на это внимание поэтому когда будете покупать янтарную кислоту в аптеке либо даже садовом магазине смотрите на инструкцию садовом магазине а таблеточки применяются именно так а это порошок который для растений здесь тоже применяется 0 2 грамма но там получается что можно брать аж до 1 грамма все зависит от вашего растения янтарная кислота это прекрасный стимулятор роста антистресс и реаниматор для всех растений примеру порошок у смотрите применяется 2 грамма на 20 литров воды а это значит один грамм на 10 литров воды для опрыскивания а если берем на литр то берется 0 1 грамма на один литр воды если полив то один грамм на 2 литра если прям растение сильно болеет есть еще вот такой вот янтарин тоже очень многие спрашивают у кого-то нету ни порошка не таблеточек как применяется янтарин янтарин это та же янтарная кислота только в жидком виде применяется от полутора миллилитров на 1 литр воды до 3 миллилитров на 1 литр воды полтора-два миллилитра берем как для опрыскивания так и для а например маленьких растений которые побольше растений в больших горшках то применяйте 3 миллилитра на 1 литр воды и поливается под корень если какая разница между всеми этими средствами я считаю что разница не существенно все зависит именно от самого порошка вот примеру янтарная кислота на 100 миллиграмм там выходит немножко дороже янтарная кислота на форту вот которая до 400 миллиграмм ее можно купить один раз и хватает и надолго в порошке тоже хватает надолго если пир жидком виде то мне проще применять для огорода там потому что я размешиваю именно на 10 литров все зависит от вас каким вам удобно средством пользоваться итак давайте вернемся к нашему эликсиру спасибо все тем кто дождался потому что было очень много вопросов нужно обязательно было на них ответить нам понадобится литр воды и отстоянного до проводого все все уже знаете далее нам нужно первое средство это лимонтар если кто-то хоть раз применял пишите какой у вас был эффект потому что я применяю уже более полутора лет мне очень нравится это средство особенно обожают его специфилом но периодически я заменяю это средство например на янтарную кислоту лимонтар он уже содержит янтарную кислоту плюс лимонная кислота а как вы все знаете чтобы подкислить почву можно использовать либо сам лимон лимонную кислоту либо даже уксус и тогда будет подкисление почвы но зачем нам травмировать уксусом например нашу почву и корневую систему когда можно взять безопасную лимонную кислоту плюс янтарная кислота это тоже стимулятор роста но плюс лимонная кислота нам понадобится всего одна таблетка больше не берите если вы часто подкармливаете именно с такими средствами с кислотами если вы подкармливаете редко то можно брать две таблеточки на 1 литр воды но на большой кустик всегда делайте такую дозировку которая нужна только вашему растению и второе средство которое будем добавлять это гуминовые кислоты уже содержит большое количество макро и микроэлементов мне очень нравится а цветочек доволен сейчас большое количество удобрений где содержится гуминовые кислоты в виде мумио и стоит кстати они недешево но можно например брать настоящему мне но там надо именно дозировку уменьшать там чуть ли не в сотни раз потому что там очень мощная дозировка в таблеточка все-таки щадящий поэтому если у вас есть настоящему ее там берите прям миллиграммы а здесь берем одну таблетку на один литр воды если вы не никогда не применяли мумио можно на большой цветок применять две таблетки это тоже будет идеально связи с тем что я практически раз там в 14 дней поливаясь мумио я всегда применяю для здоровья цветка одну таблетку считаю что это самая уникальная дозировка и третье средство которое буду добавлять это алоэ экстракт жидкий если у вас нет например настоящего алоэ либо вам просто жалко его резать то применяйте вот такие вот ампулы 1 миллилитр они продаются именно в ампулах в жидком виде алоэ как стимулятор роста мы все с вами знаем этот кстати способ подсказали еще китайские цветоводы видела буквально несколько лет назад мне очень понравился применяю периодически а также применяют для сада огорода алоэ он усиливает иммунитет всех цветов снижает риск заражения различными грибками и бактериальными инфекциями хорошо стимулирует рост единственный минус данных ампул что нужно их обязательно протрясти верхушечку и срезать чтобы открыть ампулу далее обязательно все это выливаем в наш раствор и теперь все тщательно перемешиваем и поливаем под корень стали поступать комментарии то что вы что не знаете что существует например удобрение для каких-либо цветов пошел и купил и все прекрасно удобрение у меня полным полно я их применяю только тогда когда действительно растению это нужно если растение не нуждается в большом проценте азота фосфора и калия то я не буду его закармливать этими удобрениями вы можете сделать так как считаете нужно но судя по моему цветку я все делаю правильно и показываю вам конечно результаты поливаем специфилом понемногу у меня примерно вот на 6 литров горшок ушло буквально 100 там 150 миллилитров подкормки не закармливаем не с таблеточками даже не с удобрением все делаем меру далее мой цветок стоит под фитолампой в 35 ватт он постоянно выпускает новый цветонос и цветет уже долгое время но на сегодня это все заходите на мой канал смотрите другие видео как я подкармливаю данный цветок всем спасибо поставьте лайк подпишитесь на канал и до новых встреч